Малыши умеют искренне радоваться, но также глубоко их может ранить что-то, что нам взрослым кажется сущим пустяком. Что же это может быть? Порой нам кажется, что малыш притворяется, капризничает, но бывает, что та или иная ситуация на самом деле расстраивает его до глубины души. И такие маленькие детские травмы могут накопиться и повлечь за собой серьезные психологические проблемы. Поэтому так важно внимательнее относиться к своему ребенку и знать, что заставляет кроху огорчаться чаще всего. Первое. Когда игнорируют. Малыш пытается разговаривать с родителями, задает им вопросы и делится своими соображениями, но ответа либо вообще не получает, либо слышит что-то вроде «да-да, отлично», произнесенное только для того, чтобы кроха отстал. «Мам, посмотри, какую башню я построил». Да-да, молодец. Если мама даже не оглянулась, чтобы посмотреть, или оглянулась, но смерила башню равнодушным взглядом, ребенок это обязательно запомнит. Второе. Когда отпихивают. Еще менее приятная ситуация. Маме или папе нужно срочно сделать что-то по работе, совершить важный звонок, сварить борщ или погладить белье, а чадо лезет на руки, виснет и ластится. «Иди поиграй, я занята». Подобные слова обычно сопровождаются легким толчком в сторону детской, и малыш чувствует себя отвергнутым. Третье. Когда не дают сделать самому. Где-то после двух-трех лет у детей появляется желание делать все самостоятельно и таким образом пробовать свои силы. В этот период насильственное окормление с ложки, одевание, высаживание на горшок, вытирание соплей, расценивается как заявление «ты ничего не умеешь и ничего не стоишь». А то, что карапузу не дали самостоятельно закрыть дверь ключом, нажать на кнопку в лифте или выкинуть бумажку в мусорку, может стать причиной истерики. Но обидно ведь. Четвертое. Когда не ценят усилия. Малыш старался, очень старался. Тогда, когда сам ночью встал в туалет, сам оделся, нарисовал кота, помог маме класть продукты в корзину в магазине. Он заслуживает, если не поощрения, то хотя бы искренней похвалы, иначе в следующий раз ему не захочется повторять свои подвиги. Пятое. Когда берут без спроса вещи. Ошибочно полагать, что маленькие дети не понимают, какие вещи принадлежат им, а какие другим людям. Поэтому тот факт, что вы без спроса доели завтрак, карапуза, разложили игрушки так, как удобно вам и убрали в шкаф детскую одежду, может расцениваться как посягательство на частную собственность со всеми вытекающими. Шестое. Когда не считаются с мнением. Даже самые маленьким нужно давать права выбора, например, что есть за обедом картошку или макароны, что надеть на прогулку, шорты или джинсы. Это не только проявление уважения к ребенку, но и своеобразный урок, во время которого малыш учится отвечать за свои слова. Седьмое. Когда бросают. Некоторым мамам достаточно отлучиться ненадолго в магазин или вообще пойти выбросить мусор, чтобы это воспринималось как предательство. И не важно, что с карапузом сидит любимая бабушка, и он вовсе не одинок. Восьмое. Когда не сдерживают обещания. Будешь себя хорошо вести, куплю мороженое. И вот ребенок из последних сил хорошо себя вел, но потом что-то пошло не так. Кошелек забыли, мороженого в магазине не оказалось, мама встретила на улице подругу и отвлеклась. Такие ситуации не только обижают малыша, но и заставляют его думать, что мамины слова ровным счетом ничего не значат. Девятое. Когда обманывают. Укол это совсем не больно, как будто комарик укусил. Я приду через пять минут. Все дети на свете уже легли спать. Твою соску унесла мышка. Однажды карапуз поймет, что вы его обманывали и совершенно потеряет доверие к вашим словам. Десятое. Когда любят других детей. Ревность это чувство, не чуждая многим деткам. Если вы будете оказывать знаки внимания другому карапузу, играть с ним, общаться, дарить игрушки на глазах у собственного чада, то в свою очередь не просто обидится, но и станет вынашивать план мести. И не удивляйтесь, если перед ночным сном Кроха заявит, что сегодня он будет обнимать и целовать только одного папу.